Пирога. Готовится он легко и просто. Начинаем. Нам понадобится одно яйцо комнатной температуры и сахар. Взбиваем. Добавляем размягченный маргарин. Можно заменить на сливочное масло, но на сливочном масле само тесто в итоге получается немного плотнее и не так расходится при выпечке. Поэтому здесь изначально идет маргарин. Я использую маргарин. Взбиваем сначала на низких оборотах, потом увеличиваем. Понемногу добавляем обычный классический йогурт. Муку с разрыхлителем добавляем в тесто и перемешиваем до однородности. Посмотрите, какое в итоге тесто получилось. Вот такое, но чем-то похоже на тесто для капкейков. Посмотрите, вот такое воздушное и однородное. Берем сломочку диаметром 25-26 см. Многие наметно, бока можно смазать растительным маслом. Отправляем тесто в форму. Добавляем в тесто и немного белая формочка. Распределяем тесто вот тут, у самого края формочки, вот так придавливаем, чтобы получился как будто бортик. Отправляем тесто и подготовим яблоки. У меня 5 яблок, это 7 века. Лучше взять кислотой. Притые яйца с сахаром добавляем в размягченный маргарин. Можно заменить на сливочное масло. Это я взбиваю. 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 Немножко добавляю. Таким образом мы вносим. Моку, взбивайте. Добавляем тесто. Перемешиваем в водорожность. Посмотрите, какое в итоге тесто получилось. Вот такое. Ну чем-то похоже на тесто для капкейков. Смотрите, вот такое воздушное и однородное. Берем формочку диаметром 25-26 см, но пергаментом, бока можно смазать растительным маслом. Отправляем тесто в форму и распределяем, немного делая бортики. Он размягченный маргарин, можно заменить на сливочное масло, но на сливочное. Смотрите, это не просто пирога, а не макия. Сегодня будем готовить самый яркий яблочный пирог, который я только знаю. Этот рецепт я привезла из Германии, пирог называемый нежником. Посмотрите, какое внутри такое впечатление, что пирога. Готовься он легко и просто. Начинаем. Девять. И четвертый. Получается четыре яйца. И смешиваем. Нам понадобится открытый яйцо по температуре. И ставку, взбиваем. Я слышала, что я люблю четыре яйца. Так, это фу. Люк. Беру одну чайную ложку сахара. Добавляю столовую ложку сахара. Добавляю тесто, перемешиваем. Может чуть больше. И уже перемешиваем. Тесто получилось вот такое. Ну, чем-то похоже на тесто для коктейков. Смотрите. Вот такое воздушное и однородное. Не, все, мы уже не знаем. Добавляю диаметром 20. Добавляю приготовить. Люк, не мышь она. Пока можно подпишись на маку. Отправляем тесто в форму. И распределяем, много делая бортики. Добавляем немножко на маку. Когда распределяете тесто, вот тут у самого края формы, вот так, придавливаем, чтобы получился кладу. Отставляем тесто и подготовим яблоки. У меня пять яблок. Это семьянка. Лучше салат. Лучше салат. Если у вас есть остатки. Витюш, позови его. Режем яблоко пополам. А половину еще. На стол нельзя, Люкфу. Теперь ставим на стол. И срезаем сетевину, вот так. У меня там есть руки мои после него. Нарезаем яблоки. Вот такими небольшими кусочками. И сразу раскладываем их в тесто. Вот так. Два яйца. Комнатная температура. Значит, я разделяю белки в одну сторону мы будем взбивать на все. Желтки просто в громкость. Извините. Сложный рецепт. Стираем с оставшимся сахаром. Вот так. Просто венчик. Так. Мука. 195 грамм. Йогурт классический. 125 миллилитров получается. То есть, мука. Вот. Йогурт классический я не использую. Яйцо. Маргарин. Сахар. Вот у меня стоит. Сахар. Разрыхлитель. Одна чайная ложка. Видите, а разрыхлитель это крахмал? Да. Разрыхлитель это может быть крахмал? Вот этот, то, что мы смотрели. А? Дом. Дом. Разварение. Сметану. Яйца добавила. Яйцо. Две штучки добавила. Сахар. Ага. Можно еще ванильный сахар чуть-чуть посыпать. Ой, на маленькую щепоточку. Так. Сюда добавила еще ванильного сахара. Яблоки я уже покрошила. Вот таким вот лимонным соком. В одном видео было сказано, я их полила. Действительно, если их полить лимонным соком, мне не темнеет. И корица. Но корицу не хочу. Так. Продолжаем. Нам понадобится одно яйцо полной температуры и сахар. Взбиваем. И сливается сюда. Там-то такое неразначение на воду. Можно заменить на сливочную маку. Но на сливочной маке само тесто будет получаться немного плотнее. И не такое, не так расходится при выпечке. Поэтому здесь изначально не в маргарин. Я использую маргарин. Сливаем сначала на низких оборотах, потом увеличиваем. И немного добавляем обычный классический йогурт. Я хочу добавить крахмару. Получилось вот такое. Получается, похоже на тесто для комфей. Смотрите. Вот такое воздушное и однородное. Вещий готовок 0,5 килограмм. Вироблено и распространено в Украине. Крахмаль картопляный. Добавлю-ка я все укмалю. Буквально чайную ложечку посыплю. Такое здание. В принципе, эти яблоки получились такими на вкус кисловатыми. Я тоже попробовала. Мешаем. Нарезаем яблоки. И сразу раскладываем яблоки. Вот так. Добавляем яблоки. Добавляем яблоки. Желтки просто в горкость. Сначала взбиваем яблоки без сахара. Добавляем яблоки. Сначала ровно сахаром. Так, на газов делим пополам. Половину отправляем сюда в белок. Остальную часть оставляем. Избираем. Желтки расцираем с оставшимся сахаром. Вот так, просто венчиком. Добавляем сметану. Сюда же муку. И перемешиваем. Соединяем это все с бирками. Нормально. И перемешиваем. Снизу, вверх. Добавляем яблоки. Вот так. Разравниваем равномерно. Сверху весь пирог засыпаем корицы. Либо через сида, чтобы не колковалось. Но так не очень удобно. Лучше всего покупать уже корицу в таких баночках, в которых есть резьба. Такая равномерно. Вот смотрите. Есть разница. Видите, тут у меня через сида такими кусочками насыпано. А вот так очень красиво. И все, кто не любит слишком много корицы, можно досидовать. В духовку разрезаем на 200 градусов. Отправляем пирог приблизительно на 40 минут. Если у вас сильно печет, ставьте потом на 180. Если у вас супер сильно печет духовка, можно довести до готовности даже на 160 градусов. Просто сначала 180, потом чуть-чуть уменьшаем. Вы приблизительно на 40 минут. Проверяйте деревянной палочкой, чтобы самому тесто не было мокрое. Но это имейте в виду. Яблоки отдают много власти. Поддержим сырого тесто. Чтобы у нас не было комочков, нам нужен, в принципе, нигзит. Вот так вот аккуратно по краю продеваем. Он супер нежный, поэтому осторожно.